Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Ну что, долгожданное, очень важное предшествие нового флагманского Samsung Galaxy S24 Ultra. И сегодня мы с вами смотрим, на что способен этот телефон в сравнении со своим предшественником Galaxy S23 Ultra. Мы посмотрим, как снимают фронтальные камеры, посмотрим, как снимают основные камеры, 4K, насколько хорошо можно делать портретики днём, ночью, всё остальное. В общем, друзья, максимально честно и самое главное, максимально интересно. Так что присаживайтесь поудобнее. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! По традиции, свой рассказ я начинаю с фронтальной камеры. И прямо сейчас вы видите, как всё работает. Мало того, вы также слышите, как записывается голос и что стоит отметить. Во-первых, самсунговская камера умеет снимать 4K 60 кадров в секунду. Во-вторых, есть стабилизация. В-третьих, у камер примерно одинаковый динамический диапазон. Я бы сказал, что у нового Galaxy S24 он получше, потому что, видите, вот здесь на 23-м небольшой засвет. А на 24-м этого засвета, ну не то, что нет, он поменьше, да, то есть динамический диапазон получше. Соответственно, если вы будете находиться в каких-то жарких странах, сзади вас будет яркое небо, то вы будете лучше видеть всё на Galaxy S24 Ultra по сравнению с 23-м. Следующий момент, который я хочу сказать, это то, что в России, вы знаете, цены объявили где-то там 140 тысяч и так далее. Я, конечно же, вам рекомендую своих друзей компанию TechnoPair, которые как раз помогали мне добыть этот телефон, потому что у них базовый Ultra стоит за где-то 107-110 тысяч рублей. И всё это в зависимости от курса. Ребята также достают и вьетнамские версии, в которых есть запись звонков. Понятное дело, что, в принципе, запись звонков можно организовать при будущем смены региона, но кому нужны эти костыли. Ну, мне кажется, по фронтальной камере всё понятно. Давайте двигаться дальше. Итак, основная камера 4K 60 кадров в секунду. Давайте смотреть, что у нас интересного получается. Ну, что я вижу? Во-первых, вижу, что снег на Galaxy S24 чуть более светлый по сравнению с 23-м. Вот буквально немного более белый, я бы сказал так. А в 23-м как раз-таки вот такой чуть более серый. Вот особенно сейчас это лучше заметно. Не могу сказать, что в этом есть какая-то проблема, но так или иначе вот видно, что снег чуть более светлый. По стабилизации я не могу сказать, что какой-то смартфон работает лучше или хуже. Оба примерно одинаково. По динамическому диапазону, вот у нас сзади там облака, я бы даже сказал, что на 23-м облака таки чуть более конкретные получаются, чем на 24-м. Там больше видны края и все остальное. Не знаю, с чем-то связано, но вот так или иначе. Ну, а это уже съемка в помещении. Здесь смотрим, как отрабатываются все вот эти яркие светлые объекты. Чуть по-разному передаются цвета. Если посмотреть на вот эти лампочки, то они более желтые на 23-м и более-таки оранжевые на 24-м. Но вообще, вот если сейчас смотрим на экран телевизора, мне по детализации больше нравится 23-м. Как будто бы в нем чуть больше деталей, чем в 22-м. Сложный сценарий, показать девушку, идущую в купальнике, и при этом обращать внимание именно на цвета. Пройдемся по коридору. Цвета, опять же, примерно одинаковые. Такой розово-фиолетовый цвет. Смотрим в том числе и на засветы на лампах. Они примерно одинаковые. Ну и по стабилизации тоже я особой разницы никакой не вижу. И по детализации я тоже особой разницы никакой не вижу. Сейчас смотрим, как у нас происходит съемка человека на основную камеру в сумречных условиях. Давайте приблизим Алену, посмотрим, есть ли у нас какая-то разница. Ну, что можете сказать. Я особой разницы никакой не вижу. Это приближение оптическое. Это я просто взял и растянул картинку, чтобы мы могли оценить. Ну, особой разницы, которую я мог бы заметить, наверное, нет. Давайте сейчас пройдемся по вечернему Санкт-Петербургу. Посмотрим, как у нас работают камеры. Вот на фонарик посмотрите. Кстати, на 23-м засвет это чуть поменьше, чем на 24-м. Еще раз напомню, что на 24-м пока еще не прилетал ни один апдейт. И, скорее всего, первые апдейты как раз-таки принесут определенные фиксы. В том числе и по камере, и по работе процессора. И, может быть, смартфон будет менее греться. Хотя я не могу сказать, что он сильно там греется и так далее. Вот, ночной Санкт-Петербург. Давайте сделаем увеличение. Посмотрим на детализацию. Ну, увеличение нам показывает, что разницы нет вообще никакой. Вот, грубо говоря, ноль. Ноль разницы, о которой я вам мог бы сказать. Ни по динамическому диапазону, ни по стабилизации, ни по детализации. Вообще я разницы никакой не вижу. Окна примерно одинаково засвечены вот в этих зданиях напротив. Причем они именно засвечены. То есть, по-хорошему, они не должны быть с такими пересветами. Но, вот, по крайней мере, так. Стабилизация тоже примерно одинаковая. Есть шумы, кстати. Если посмотреть сейчас на верхнюю часть кадра. Посмотреть на небо. На 24-м шумы. Причем их даже как будто бы чуть побольше, чем на 23-м. Блики. Видите, у нас есть небольшие блики. Но не такие страшные, как на айфоне. Так что я бы тут ничего не переживал. На Самсунге бликов практически нет. Ну, что можно сказать. Картинка вот в данном случае особенно никуда не продвинулась. Хотелось бы, может быть, увидеть какие-то улучшения. Исаакиевский собор, может быть, хотелось бы увидеть в более красивом цвете. Может быть, меньше засвета на фонариках можно было бы увидеть. Но пока ничего такого я не вижу. Спойлер небольшой сделаю. На фотосравнении будут как раз и очень интересные изменения. По видео все примерно так. Ну, а вот так вот у нас происходит съемка сверхширокугольной камеры. И здесь я вижу, что сверхширик на 24-м плохой. Прямо очень, не очень. Посмотрите на достаточно размытую картинку. Посмотрите на деревья, которые приобрели такой немножко фиолетово-сиреневый оттенок. За счет того, что у нас поднимается ИСО. Посмотрите на отсутствие детализации на этих кустах. Да, на 24-м ультра, мы это заметили еще когда делали сравнение с айфоном, сверхширик прямо именно плохой. Почему так, не могу сказать. Вполне возможно, прилетит какой-то апдейт, который что-то починит. Но пока я вижу слабую детализацию, слабый динамический диапазон. Вот такая вот история. Ну, а теперь смотрим, как снимает телевичок. Трехкратное увеличение. Ну, я могу вообще сказать, что на 23-м-то снег получше выглядит, чем на 24-м. Деталей точно побольше. Это забавно. Но это у нас десятикратное увеличение. Здесь видно, что на 23-м немножко дрожит картинка, на 24-м дрожит меньше. Но деталей чуть поменьше на 24-м в сравнении с 23-м. А на 23-м много шумов. Очень много. Ну, вот такая вот история, друзья. Я могу сказать, что я особой разницы по видео не вижу. Кроме того, что у нас очень плохой свежий-широкоугольный модуль. Почему так получилось, не знаю. Интересно узнать ваше мнение, что вы думаете. Ну, впереди у нас сравнение фотографий. Там будет интересно. А вы напишите, пожалуйста, что вы думаете по поводу видео возможностей Samsung. А мы двигаемся дальше. Итак, друзья, давайте посмотрим, что же может Galaxy S24 против 23-го Ultra. И насколько у нас изменилась вся ситуация. Я, конечно же, сделал большое количество фотографий. И днем, и ночью, и вечером, и портретики. И 10-кратное увеличение, и 3-кратное. Поэтому вы сейчас получите всю необходимую информацию. Очень большое количество людей переживали по поводу убирания 10-кратного увеличения. Насколько в итоге у нас есть разница между 10-кратным увеличением цифровым и оптическим. Потому что в Galaxy S24 Ultra теперь у нас 5-кратное увеличение. Ну что ж, давайте на самом деле с этого и начнем. Вот у нас дневная фотография. Это лавтоцентр Санкт-Петербург. Изначально видно, что немножко у нас более голубая картинка на 23-м. В большом счете все. Ну и вот мы делаем увеличение, и практически, практически нету никакой разницы. Видно, что вот тут по краю чуть-чуть замазано, а на 24-м. В остальном все. Та же самая фотография ночью. Так здесь вообще, посмотрите, у нас появились какие-то смазы на 23-м. Я вам, кстати, вот что скажу. 23-е ультра в ночном режиме фотографируют такие дальние объекты тяжело. То есть очень часто бывают смазы. Ну и вот, посмотрите. Разница, да? Ну, вполне себя ощутимо. И разница не только в смазах. Посмотрите на большое количество шумов. Видите, вот здесь у нас очень много на 23-м ультра в сравнении с 24-м. 24-й вообще неплохо, да? Десятикратное увеличение выглядит вот так. Мне кажется, очень достойно. Вот здесь внизу фонарики. Посмотрите, как обработано на 24-м. А на 23-м нету. И вот когда ты фоткаешь в ночном режиме, у тебя всегда небо очень светлое на 23-м. Смотрите, вот эта фотка в ночном режиме, а вот эта не в ночном. Посмотрите, как плохо получилась фотография без ночного режима. Огромное количество шумов и всего остального. А в ночном режиме у тебя все ладненько. Поэтому просто так выключать ночной режим не получается. Хотя, как я уже сказал, иногда изображение двоится. Но в любом случае, вот у нас в сравнении с 23-м, 24-й. Ну, посмотрите. Вообще, очень достойно. Смотрите, как хорошо на 24-м выглядят ванты. Вот эти вот длинные тросы. Они называются ванты. Посмотрите, как они выглядят на 24-м. Их заметно. А вот на 23-м их съела темнота. Вот еще одна фотография. Десятикратное увеличение. На Samsung на 23-м. Кстати, небо у нас такое немножко синее. Оно подкрашенное. Потому что, на самом деле, небо вот такое черно-желтое. Но при этом не очень красиво. Здесь у нас по деталям, опять же, примерно то же самое. Но посмотрите на большое количество шумов на 23-м. Очень много шумов. Просто картинка супер-рыхло. Получается вот здесь, в темных участках. Прямо очень шумно. На 24-м шумы тоже остаются. Но они остаются вот здесь на светлой части. А здесь их убирает шумодав. Вот фотография тоже в десятикратное увеличение. И сразу вот можно идти вот сюда, наверх. И смотреть на детализацию. Особенно, как обработаны, например, провода. Но здесь достаточно темно получилось на 24-м. Поэтому не посмотрите. Но в целом, видите, картинки очень близки. И, как я уже сказал, фотки часто даже на 24-м будут получаться получше, чем на 23-м. Поэтому пропажа десятикратного увеличения в целом не страшно. Звучит страшно, но на самом деле норм. Я также решил проверить десятикратный зум на фотографии человека. Вот у нас Алена. И это десятикратный зум, который мы сделали в студии. Понятное дело, что в студии десятикратный зум. Нет никакой причины делать фотографию. Но мы просто здесь проверяем на детализацию. Десятикратный зум с человеком нужно делать, когда вы фотографируетесь, например, на фоне какого-то красивого здания. Или на фоне гор, или еще что-то. То есть у вас фон будет сильно приближен. Будут прикольные фотографии. Ну вот здесь видно, что на 23-м у нас более светлая картинка. Такая более чуть няшная. На 24-м такая типа более реалистичная. Плюс такие цвета более серые, я бы сказал так. При этом делаем увеличение. Вот здесь, наверное, каждый выберет что-то для себя. Потому что на 23-м явно у нас не очень хватает детализации. На 24-м у нас детализации тоже на самом деле немного, но есть какая-то компьютерная обработка. И вообще Алена как будто бы приехала из каких-то дальних теплых стран. Но очевидно, здесь заметно, что на 24-м все-таки есть определенное дорисовывание, да, по сравнению с 23-м ультра. В общем, я надеюсь, что с 10-кратным зумом мы разобрались. Следующий момент, который я обращаю ваше внимание, это трехкратное увеличение. Потому что оно, в моем представлении, тоже улучшилось на 24-м по сравнению с 23-м. Плюс у нас добавилось еще пятикратное увеличение, да. То есть у нас есть возможность сделать в том числе и портретики с немного другим фокусным расстоянием. Ну вот, смотрим на эту фотографию. Здесь по большому счету разницы особо никакой нет. Видите, Алена стоит и немножечко недовольна. Она такая спрашивает. Ребята, ну чего, вы будете переходить-то по ссылочке внизу в описании, там на моей соцсети ссылочка. Давайте общаться. Здесь у нас особой разницы никакой нету. Может быть, чуть-чуть волосы вот тут на 24-м получше, чем на 23-м. Но это просто минимум. А вот еще одна фотография. Это трехкратное увеличение. Здесь я отмечу, насколько у нас темные тени получились на обоих снимках, но на 23-м более темная фотография. А вот здесь заметно, что детализация лучше на 24-м. Достаточно, ну не то что сильно, да, но заметно. Ресницы, волосы, глаза, лицо. Все получилось чуть получше. И на 23-м еще чуть-чуть у нас такой чуть-чуть красноватый оттенок. А вот это у нас пятикратное увеличение. Я сделал эту фотографию, чтобы мы смогли сравнить оптическое увеличение на 24-м и цифровое на 23-м. Здесь сразу заметно, что по цветам немножко по-другому все получилось. На 24-м у нас менее, как будто бы обработанная фотография. Ну и здесь прямо четко заметно. Видите, какая фотография дорисованная получилась на 23-м. Вот это по глазам хорошо заметно. Щеки, посмотрите, какие-то артефакты появились на 24-м. Все чистенькое, личико, все хорошо, замечательно. Вот у нас разница между пятикратным цифровым увеличением и оптическим. Еще одна фотография с трехкратным увеличением. Опять же, посмотрите, вот надпись Record Club, видите? Края ее ушли в какой-то немножко красноватый оттенок. На 24-м тоже есть, но поменьше. И на 24-м более такая контрастная у нас получилась фотография. Но опять смотрим на детали. Обратите внимание, вот, например, брови, как выглядят, да? Больше деталей. Волосы. Ну вот, вот разница между трехкратным зумом. Большинство, кстати, каналов говорят, что особо разницы между трехкратным увеличением нет. У нас та же самая оптика и все остальное. Ну вот, на самом деле есть. Причем, как в лучшую сторону, так и, может быть, кому-то не очень понравилось, что лицо стало на 24-м немножко таким серым по сравнению с 23-м. Ну а что с архитектурой? Ну вот я сфотографировал нашу телебашню. Обратите внимание, во-первых, на косяки в работе HDR. Видите, вокруг башни на 23-м у нас вот такой прямо сильный ободок, видите? Темный. Это плохая работа HDR. Грубо говоря, брак. Потому что на 24-м этого нет. У нас просто светлая башня на фоне темного неба. Мало того, посмотрите, как хорошо обработали светлые объекты. То есть она именно светится. Но при этом смотрим на количество шумов, которые есть на 24-м. Видите, у нас все небо в шумах. А на 23-м шумы подавили шумодавом. Но мне, безусловно, больше нравятся фотографии. На 24-м она такая более шероховатая, натуральная и менее нарисованная. И нет вот этих косяков, которые есть на 23-м. Еще одно трехкратное увеличение. Вантовый мост. Здесь, опять же, видим небольшой прогресс в сторону 24-го. Вот здесь на деревьях, посмотрите. Видите, у нас деревья на 24-м выглядят лучше, чем на 23-м. На 23-м большая каша, чем на 24-м. Ну и, в принципе, если смотреть на столб, на подсветку, на ванте, то все выглядит чуть получше на 24-м по сравнению с 23-м. А вот еще одна фотография. Очень красивый мост в Санкт-Петербурге. Тоже трехкратное увеличение. Издалека все примерно одинаково. Но если мы увеличиваем, то сразу заметно. Видите, шероховатость стены. Камни как выглядят на 24-м по сравнению с 23-м. Ну, видите, да, разница есть. Это трехкратное учение. Поэтому не верьте тем, кто говорит, что увеличение не изменилось. И те же самые модули, те же самые камеры. Те же самые результаты. Нет, это неправда. Разница есть. Наверное, минимальная на самом деле разница. Это в фотографиях на основную камеру. Давайте как раз сейчас это посмотрим. Плюс я вам сейчас покажу, как работают 50 и 200-мегапиксельный режим. Вот это просто фотография. Здесь видно, что более светлая фотка на 23-м. На 24-м чуть она потемнее. Но при этом, когда мы приближаем, видим, насколько у нас все-таки светотень по-другому делает фотографию на 24-м. И она такая более контрастная и более, может быть, объемная. На 23-м чуть больше тени подняты. И поэтому более такая блинная фотография в сторону, ну, как будто бы айфона. Но вполне возможно вот такой вид на 24-й фотке. Не очень людям понравится, потому что она такая более брутальная, что ли. А вот здесь мы включаем уже 50-мегапиксельный режим. Видите? 49,9, 6120 на 8160. И здесь меня очень смущает цвет моего лица на 24-м. Это что это за ерунда такая? Я вот много раз говорил на самом деле, что 200-мегапиксельный и 50-мегапиксельный режим на Samsung работает очень не очень. Он часто в этом режиме отключают различные улучшайзеры. И подфотка получается вот такая. Ну, что мне вот с таким лицом теперь делать? И я не про двойной подвороток. С этим понятно, что делать. А вот с фотографией что делать? И входка на 23-м, смотрите, выглядит прикольнее, чем на 24-м. Ну, как минимум, просто по цветам, да? А тут, по сути, цвета все и решают. Это 50-мегапиксельный режим. А вот это 200-мегапиксельный режим. Видите? 12240 на 16320. И здесь опять проблемы с цветами на Galaxy S24 по сравнению с 23-м. Вам, кстати, в какой-то момент, возможно, кажется, что я прям сильно нахваливаю 24-й. Да нет, посмотрите, вот как раз таки. Ну, что это за фотография по сравнению с 23-м? Я, кстати, вам еще один лайфхак скажу. Если вам в какой-то момент кажется, что я перехваливаю один и недохваливаю другой, вы скажите, что, Филипп, ну вообще-то на седьмой минуте ты говоришь, что Samsung 23-й лучше. На самом деле 24-й. И еще один вам даем лайфхак. Если вам, в принципе, не нравится, что я говорю, просто выключайте звук и смотрите. Мне важно, чтобы вы глазами видели то, что вы хотите увидеть. И дальше уже выбрали тот смартфон, который вам больше нравится. Ну, вот так вот у нас выглядит 200-мегапиксельный режим на Samsung на 24-м, и он слабый. Ну, точнее так, давайте так, недоработанный. То есть, ну, что это за косяки? Ни с лицом таким что-нибудь сделать, ни с цветами. И по детализации, ну, то же самое, что и было. Еще посмотрим на работу основной камеры. Здесь немножко все разное по цветам. Более зеленая фотография получилась на 23-м. Особой разницы, на самом деле, нету. Но я бы сказал, что по деталям лучше отработал 24-й. Вот здесь надписи лучше читаются. Но при этом, смотрите вот на эти засветы. Видите, у нас фонари освещающие нарские оборота засвечены. А на 23-м, смотрите, какие они. Оп, и не засвечены. То есть, HDR сработал лучше. Это как раз и говорит о том, что 24-му очень сильно нужен, как минимум, первый апдейт. Еще одна ночная фотография, но здесь примерно одно и то же. Какой-то разницы я не вижу. Ни с засветами, ни с чем остальным. Может быть, чуть более темная фотка на 24-м. Но вот если мы увеличиваем, то заметно, что на 24-м все-таки чуть больше деталей у нас поймано. Вот посмотрите сейчас на вот этот фонарь. Видите, здесь такая есть определенная сетка, текстура самого плафона, да, самих стекол. Так вот, это поймано лучше в сравнении со 23-м. Понятное дело, что мелочь, но так или иначе. С засветом, кстати, оба примерно справились одинаково. Еще один сложный ответ. Здесь, кстати, на 24-м есть небольшой перебор, потому что не таким синим является в ночное время наш стадион питерский. Здесь более правдивая картинка на 23-м. Но при этом, опять же, по деталям чуть больше деталей на 24-м, буквально минимально. На 23-м еще, опять же, у нас шумы есть вот здесь, если смотрим. Шумы, конечно же, немножко добавляют текстуры, а на 24-м здесь у нас текстуры немножко поменьше. Еще немножко ночных фотографий. Это Исаакиевский собор, самый центр Санкт-Петербурга. Я, кстати, в предыдущем видео случайно перепутал Исаакиевский с Казанским. Прошу прощения, люди отметили. Но здесь тоже видно, деталей чуть больше на Galaxy S24 по сравнению с 23-м. Минимально, но все-таки разница есть. Эта фотография сделана тут же. Ну, видите, да, что у нас примерно одно и то же. Однако чуть лучше все-таки фотографии получаются на 24-м по сравнению с 23-м. Засветы вот в окнах, например, вот видите, на 24-м они меньше по сравнению с засветами в 23-м. Ну, то есть у нас такой есть минимальный апдейт. Как фотографировать сверхширокугольную камеру? Во-первых, по видео вы видели, что на 24-м ультра сверхширик не очень хорошо снимает видео. Я делал сравнение с айфоном 15 на пару макс, там сверхширик видео снимает гораздо лучше. То есть в фото особой разницы нет, а вот по видео прямо очень плохо у сверхширика на 24-м. Но мы сейчас про фото. Здесь хочу отметить, что вы на самом деле справились хорошо. У нас есть и луна, и Исаакиевский собор. Если посмотреть на вот эти фонари красивые, то они тоже хорошо обработаны, не засвечены, все замечательно. По деталям я бы отметил чуть большую четкость на 24-м по сравнению с 23-м. Это видно по этому помосту, который у нас на переднем плане, и сзади тоже. Но при этом, еще раз хочу отметить, что на 24-м все-таки местами не всегда хорошо работает HDR. Вот здесь мы конкретно видим засветы от ламп наверху, видите, а на 23-м этого нет. Ну, наверняка это апдейтами пофиксит. При этом, если мы смотрим на лепнину, которая находится наверху на потолке, то она как раз лучше получилась на 24-м, чуть-чуть лучше, да, по сравнению с 23-м, чуть больше деталей. Что касается дневных фотографий, ну, здесь, наверное, особых, конечно же, изменений не стоит ожидать. Фотки выглядят примерно одинаково. Я, кстати, вспомню, как я делал сравнение с айфоном, и вот здесь айфон делает фотографию очень плохую по цветопередаче, потому что весь снег у нас стал серо-синим. Но при этом отмечу, опять же, недоработку по HDR в 24-м. Смотрите вот на эту часть, видите, здесь у нас пересвет, а на 23-м у нас здесь все хорошо. Айфон здесь тоже справился окей, а Samsung как-то что-то не очень. Еще одна фотография, тоже по балансу белое все хорошо, но я бы сказал, что вот снег, например, он чуть более явным получился на 24-м, по сравнению с 23-м. И все-таки есть небольшая разница в цветах, видите, у нас такой чуть более серый снег на 23-м, на 24-м он более белый. Тени чуть подняты, да, но особо, конечно, разница по деталям я не вижу. Еще одна фотография, здесь я, опять же, замечу на снегу, вот здесь, чуть большая детализация на 24-м, по сравнению с 23-м. Это, может быть, даже не детализация, знаете, какая-то просто обработка небольшая. Ну, и если мы смотрим на саму церковь, то здесь, естественно, примерно одно и то же. Кстати, вот у меня слева фотография Шима на 23-м, на минимальной яркости, видите, 97-м процентов. А на 24-м, я вот делал недавно обзор, там как раз-таки 27-м процентов, то есть Шим уменьшился на смартфоне, это хорошо. Ну, давайте еще посмотрим на фотографии Алены, потому что чаще всего мы все-таки делаем фотку на основную камеру, и нам важно, как она фотографируется. Здесь, очевидно, засвет на 23-м, причем такой очень серьезный засвет, и по детализации я бы сказал, что на 24-м фотка лучше. Но оба, на самом деле, не справились вот с этим сценарием. Видите, у нас локоны сзади, стенка в полосочку, и здесь такие очень некрасивые артефакты, что у одного, что у другого. Еще одна фотография на основную камеру, и опять, я вот обращаю внимание, 23-й все-таки немножечко пересвечивает. Видите, у нас так выглядят лица, и вот 23-й он именно пересвечивает, то есть в реальности лицо у Алены выглядит как на 24-м, но 23-й очень часто пересвечивает, причем он достал делать после какого-то апдейта. По деталям чуть больше их на 24-м, чуть больше шероховатость кожи, но при этом и чуть побольше шумов. Надпись Record Club тоже лучше получилось на 24-м по сравнению с 23-м, но при этом смотрим вот сюда. А что это у нас такое? А это у нас косяк, глюк, брак, видите, все засвечено на 24-м, а на 23-м нет, то есть мы видим поверхность серепрователей на 23-м. Все хорошо, на 24-м у нас просто все пересвечено. Вот у нас симпатичная девушка, произведение искусства. Чуть больше деталей, опять же, на 24-м, вот здесь видна шероховатость, ну вот этой гипсовой кожи, а на 23-м, видите, нет этой шероховатости. Но при этом чуть побольше засветов на 24-м, вот здесь вот в районе этих фонариков, в сравнении с 23-м. Но при этом детализация тоже чуть повыше, по сравнению с 23-м. Ну а вот это работа фронтальной камеры. Алена, кстати, считает, что она на Samsung самая лучшая фронтальная камера, при том, что сама она пользуется iPhone, но ей больше всего нравится фронталка на Samsung. Здесь есть небольшая разница по цветам, чуть-чуть оттенки белого на кофте тоже разные. Однако стоит отметить детализацию кофты на 24-м. Посмотрите, лучше видна фактура по сравнению с 23-м, соответственно, это и волосы, и все остальное. Ну и лицо Алены чуть такой более фактурным получается, и лучше видна кожа, посмотрите, на 24-м по сравнению с 23-м. То есть здесь тоже у нас есть такой небольшой апдейт, небольшое улучшение. По обработке, по цветам, как я уже сказал, примерно одно и то. Ну и еще одна фотография, которую я вам покажу. Посмотрите, как неплохо 24-й справился с ярким светом за окном, потому что 23-й, честно говоря, все тут засветил. Он всю дорогу с HDR-м справлялся хорошо с засветами, а вот здесь в итоге не очень. В целом, что могу сказать? Ну, конечно же, прогресс есть, и в плане ухода от 10-кратного увеличения у нас нету потери качества, и в плане лучших портретиков, безусловно, апдейт есть. Главный минус, который я вижу в одной камере 24-го ультра, это съемка видео на сверхшире. Она просто ужасная, особенно в сравнении с iPhone 15 Pro Max. В остальном я вижу хороший апдейт. Стоит ли переходить с 23-го на 24-й ультра, например? Ну, это на самом деле вопрос. Я бы сказал, что если прямо очень хочется, то лучше, наверное, подождать месяцок-другой, если у вас есть такая возможность. И тогда цены на 24-й ультра как раз-таки устаканятся, они будут, наверное, уже меньше 100 тысяч рублей, и тогда, может, наверное, будет и переходить. Правда, тогда и 23-й, наверное, вы подешевле продадите. В целом, необходимости, конечно же, именно перехода нету. А вот если у вас более ранние Samsung, 21-й, 22-й, то здесь вполне возможно есть. Кстати, если нужно сделать сравнение, как вот раннего Samsung, флагмана 24-го, в сравнении с 21-м, а может быть с 20-м ноутом, напишите, пожалуйста, об этом комментариях. Может быть, такое видео стоит запилить. А вообще, я очень надеюсь, что мое видео оказалось для вас полезным. Вы поняли, в чем у нас основная разница между Samsung'ами двумя флагманскими и принят для себя правильное решение. На этом все. Большое спасибо. Обязательно подписывайтесь на канал, потому что здесь я устраиваю вот такие четкие и точные разборы камер. И, по большому счету, на российском ютюбе особенно больше этим никто и не балуется. На этом все. Берегите себя и своих близких. Всем счастливо и пока.